Здравствуйте! На портале Экзекиатру с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 16 стих 28 главы книги Бытия, эпизод, в котором Иаков располагается на ночлег и видит во сне лестницу, которая восходит на небо, и то ощущение, с которым он просыпается, и то откровение, которое он получает на этом месте. Итак, в 28 главе книги Бытия говорится, «Иаков пробудился от сна и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал, как устрашает это место, не иначе, как здесь дом Бога, и это врата небес». Этот текст один из самых ярких, и эту историю знают очень многие люди по пересказам и по комментариям. Существует великое множество толкований, потому что в течение многих столетий и иудейские, и христианские мудрецы, мыслители, комментировали это знаменитое историческое событие, которое рассказывается только в Библии. И этот текст до сих пор потрясает нас своей и таинственностью, и красотой. И если немножко отодвинуть в стороны любые комментарии, потому что для того, чтобы его понять, нужно только две способности — это видеть и слушать, слышать. И вначале мы с вами засыпаем вместе с Иаковом в предчувствии, в предвкушении изгнания. Он уходит в чужую землю, он засыпает либо в дремучем лесу, либо в пустыне, но в каком-то уединенном пустынном чуждом месте. Он засыпает в смертельной тоске и тревоге, потому что он покидает родные края, и что его ждет впереди никто не знает. Он наверняка одержим глубоким отчаянием и тоской. И этот же Иаков просыпается утром на восходе солнца в священном месте, где между небом и землей существует диалог, как будто небо открыто для земли, и между ними стоит лестница, как знак того, что между небом и землей существует связь, существует общение. И Иаков, сам того не зная, оказался на ночлег именно в таком месте. Этот образ лестницы, конечно, чаще всего вы видите приставную лестницу с такими ступенечками. Но если быть более точным, то, конечно, это должна быть зигурат, такая башня, какую мы можем увидеть на картинах Брейгеля. И вот по этой винтовой башне поднимаются и спускаются ангелы к небу. Итак, комментарии можно прочитать на досуге самостоятельно. Нет смысла пересказывать то, что открылось другим людям, потому что это становится просто чужой информацией. Гораздо важнее задуматься, что эта история говорит современному человеку. Итак, в качестве отступления я хочу вам напомнить о том, что в древности была очень популярная практика, которая называется гематрия, потому что каждой букве соответствует какое-то число. И если вы складываете числа, которые соответствуют буквам, входящие в это слово, то эта арифметика вам дает новое число, которое указывает на какое-то сокровенное и полное значение этого слова. Не все интересуются такими исчислениями, но они, в принципе, очень популярны. Например, Пьер Безухов в «Войне и мире» предается этой практике и получает разные неожиданные для себя откровения. Если мы возьмем еврейское слово «лестница», которое состоит из трех букв «сулла» и сложим числа, то получим 130. То же самое число вы можете получить, если проделаете аналогичную работу с выражением «храм Господень» или «синай». И поэтому «лествиться» здесь становится не просто какое-то орудие труда, но какое-то странное напоминание на другие совершенно реальности. Оно как будто равноценно храму Господню и горе Синай, где Моисей получает откровение из крижа Лизавета. Разумеется, арифметика просто помогает нам выявить то, что здесь выражается в виде какого-то неуловимого символа. Но гораздо интереснее всегда читать истории. Мы любим историю, мы любим сказки, мы любим рассказы. И вот эта история из жизни патриарха становится тоже таинственным пророчеством о судьбе его потомков. У Иакова будет потомков, и они будут все странниками, их жизнь будет полна приключений, и главное, что Господь всегда будет рядом с ними. И каждый из нас, человек, который в той или иной мере ищет Бога, он духовный потомок Иакова. И через внешнюю фабулу теперь попробуем разгадать сокровенный смысл. Что открывается сердцу читателя? Почему комментарии здесь нам не помогут? Потому что любой комментарий привязан к историческим условиям своего времени, к культурному контексту, к определенной эпохе. Проходит сто лет, и понадобятся и новые комментарии, которые смогут объяснить, что же хотел сказать автор, который жил совсем недавно. Поэтому все можно отложить в сторону. Все знания из археологии, истории, догматики, апологетики. И достаточно лишь одного взгляда и чуткого слуха. Например, современному человеку что говорит слово «ангел»? Не будем здесь останавливаться подробно, потому что это слово не имеет никакого конкретного значения, какое оно имело для древнего человека. Для нас это просто какой-то фольклорный персонаж, сказка, какая-то легенда, которая для наивных детей. И действительно, можно подумать, что истории про ангелов — это для наивных людей, которые еще верят в Деда Мороза и в прочие глупости. Но совершенно другое мир, в котором жил библейский человек. Во-первых, этот мир представлял собой множество миров. Современный человек живет в одном мире, и в этом мире одинаково распространяются законы физики или каких-то других наук и на реальности человеческой жизни и на межзвездные пространства. Вестники, которые существуют в этом пространстве — это могут быть либо космические спутники, либо межпланетные станции. Другое дело — мир древнего человека. Во-первых, этот мир множественен, есть множество миров, и каждый из них населен какими-то существами, и это логично. Например, земной мир населен людьми. И поэтому точно также невозможно и буквально прочитать и понимать выражение «врата неба» или «дом Божий». И от того, что буквальное прочтение нас не приближает к смыслу — это проблема, с которой сталкиваются всегда переводчики. Потому что люди по наивности считают, что для перевода Священного Писания или богослужения на современный язык достаточно лишь подставлять эквиваленты из современного лексикона, но в результате мы получим лишь ложных друзей переводчика. И поэтому здесь нужно совершенно поменять операционную систему. Когда мы говорим «чудо», то нам кажется, что речь идет о какой-то реальности, которая рассчитана на легковерных людей. Но здесь нужно подходить с другого конца. Чудо — это знак, это некое откровение. И поэтому земля, где ты получаешь этот знак, это пространство, где тебе открывается Бог, оно становится святым. Потому что для современного человека как раз все наоборот. Есть сначала некие святыни, из которых потом нечто следует. Начинать нужно с того, что Бог открывает Себя, и то место, в котором Он Себя открывает, оно становится святыней. Например, таким местом становится храм. Потому что именно в храме Бог открывается человеку. И если подумать, что является священным? В храме священным являются ни камни, ни здания, ни физические предметы, а то, что происходит в этом пространстве. Тем более, когда речь идет о каком-то центральном месте. Дело в том, что история Иакова указывает на какую-то священную географию. Она указывает на какое-то место, которое будет самым главным. Оно будет центром Вселенной, центром мира. И что же это за место, где просыпается утром Иаков? Нужно ли его наносить на нашу географическую карту? В действительности, центр мира — это там, где молитва человека возносится к небу, и где Бог ее услышал, и где Он посылает ответ. И нам, кто привык жить в географическом мире, конечно, трудно себе это представить. Например, слово «Вавилон». Аккадское выражение «баб и лани» этимологически означает «врата богов». Поэтому здесь мы слышим это место врата небес. И поэтому совершенно логично, что на этом месте люди воздвигают башни. И желательно построить такую башню, чтобы ее вершина касалась самого неба, для того, чтобы получить прямой непосредственный доступ к божественной реальности. И таковы амбиции падшего человечества. Мы строим башню сначала для того, чтобы установить контакт с Богом. А в конце концов, мы используем эту башню для того, чтобы штурмом брать небо. То, с чем очень остроумно разделывается Господь и наказывает как самую непозволительную гордыню. И очень важный смысловой элемент — это понятие «место». Нужно себе представлять, что в иудаизме слово «место» имеет гораздо большее звучание, чем в нашем. В частности, слово «маком» — «место» — это одно из имен Бога. Почему? Потому что Бог — место для мира, а мир — не его место. Действительно, мир пребывает в Боге, в лоне божества, а не наоборот. Потому что этот мир — он не в состоянии вместить невместимое. Поэтому Бог — есть место, но не мир. Хотя, может быть, нам эта логика кажется совершенно необычной или, по крайней мере, ультрамодернисткой. И поэтому Бог действительно становится этим местом. Местом, в котором человек обретает покой. Иаков умирает в тревоге и тоске. Он просыпается укрепленной надеждой и ожиданием лучшего. Потому что он уснул в Боге. Он уснул в священном месте. А в этом мире нам чаще всего действительно негде главы преклонить. По-настоящему мы бродяги и бездомны в этом мире. Другой важный элемент — это направление. Конечно, вы понимаете, что наши храмы всегда ориентированы, они обращены к востоку. Алтарная часть всегда обращена на восток. Когда верующие люди хоронят своих усопших, они тоже не хоронят их как попало. Они обращают их лицом к востоку. Точно так же, как мусульмане молятся, обернувшись лицом к Мекке. И это очень важный символ. Пророк Даниил, оказавшись в земле Вавилонской, вдали от своей родины, молится лицом, обернувшись к Иерусалиму. И что происходит? Оказывается, то, что было бесконечно далеким, в этот мир становится абсолютно близким. То же самое происходит с пророком Ионой, который оказался в очреве морского чудовища. Вы помните, что он спускается в недрах этого чудовища к глубинам преисподней, в какие-то пучины морские, как будто в ад. Но в действительности существует прекрасная легенда, которая говорит, что в этот момент, когда чудовище спустилось в самые глубины ада, оно оказалось как никогда близко к поверхности земли, просто с противоположного конца. И на этом месте, наверху, был Иерусалимский храм. И поэтому Иона, проваливаясь в какие-то глубинные пучины и бездны, оказывается как никогда рядом с Богом. И поэтому Бог слышит его. И поэтому для древнего человека, как и для современного человека, очень важный вопрос. Где Бог? Где его место? В какую сторону нужно смотреть? Где его нужно искать? Бог пребывает в своем жилище, в храме. Но где же находится этот храм? Это будет какое-то земное сооружение или небесное? Например, пророка Исаия видит сияние божественной славы в земном, в каменном Иерусалимском храме или в какой-то небесной реальности? В действительности это и то, и другое. Поэтому в Откровении Иоанна Богослова говорится о том, что в небесном Иерусалиме, в новом Иерусалиме храма не будет, потому что сам Бог будет наполнять все. И поэтому сам Господь Бог и будет этим храмом и этим святилищем, то, что нам обещает Господь. Таким образом, этот эпизод с лестницы Иакова дает нам понять, что никакое буквальное понимание текста нам не даст удовлетворительного ответа, у нас все равно останется жажда и вопрос. Но можно убедиться в том, что содержание познается между строк, между символов. Место молитвы становится центром мира. Молитва человека сама по себе и есть та лестница, по которой ангелы уходят ввысь и возвращаются с ответом. И для библейского человека роль ангелов — прежде всего доносить молитвы от человека в небесный мир. Конечно, для современного человека такого вопроса не возникает. Итак, в нашей истории Иаков в пути, он изгнанник, он странник и беженец. Он отправляется в путь, но отправиться в путь — это еще не значит достичь места назначения. Это метафора нашего земного пути. И в этом рассказе очень важно то, что Иаков восклицает все это в момент пробуждения. И поэтому слова «и я не знал этого» — в какой-то момент к нему приходит осознание. Он вдруг понимает, что было нечто, чего он не знал, что ему открылось. Он начинает понимать что-то очень важное. И это и называется пробуждение. Наша повседневная жизнь очень похожа скорее на сомнобулическое существование, на литургический сон. И жизнь многих людей — это как сон. Но во сне есть очень важный момент. Его называют парадоксальным сном. Это момент между сном и бодрствованием. На самом деле это момент пробуждения. Именно в этот момент вы видите сновидение. Потому что сновидение одновременно обращено в прошлое, но гораздо в большей степени оно обращено в будущее. Сон может оказаться пророческим, он может оказаться вещем. По крайней мере, через него Господь как будто подает какую-то очень важную весть. Сон обращен в будущее и с психологической точки зрения. Поэтому Иаков, пробуждаясь, видит мир совсем не таким, каким он его видел накануне. Божественная реальность ему открывается и как будто приподнимается покрывало, как будто он начинает видеть невидимое. Для любого экзегета, какой бы религиозной традиции или культурной традиции он не принадлежал, история пробуждения Иакова – это всегда напоминание о том, в чем состоит подлинное понимание текста. Ты в него погружаешься, как будто погружаешься в сон. Но если наступает понимание, то это будет как пробуждение. У тебя открываются глаза, приподнимается вуаль, и ты видишь то, чего ты раньше не видел. Это понимание может потом тут же исчезнуть. Но сам по себе этот момент очень важен и доставляет невероятную радость всякому, кто пытается проникнуть в текст. И может быть в конце очень важный штрих, как христиане читают этот текст, что для нас, христиан, означает эта история. В Евангелии от Иоанна, в конце первой главы, объясняется пророческий смысл этой лестницы Иакова. Христос ведет разговор с Нафанаилом. И уже в том, что Христос говорит Нафанаилу, вот истинный сын Израиля, то есть сын Иакова, он истинный богоискалец, человек, который ищет Бога, и в нем нет никакого лукавства. Именно в разговоре с таким сыном Иакова приоткрывается нечто, о чем Христос хочет донести своим ученикам. Во-первых, Нафанаил узнает Христа. В какой-то момент происходит это именно узнавание. Он его узнает, у него открылись глаза. Почему и как это произошло, мы не узнаем никогда. Но все заканчивается великим обетованием. Отныне вы будете видеть большее, вы будете видеть небо открытым, и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Таким образом, эта лестница, которая как башня, как зигурат, воздвигнута от земли к небу, в действительности становится пророчеством о кресте. Крест Христа и будет тем центром Вселенной, той вертикалью, которая соединяет ось мира, соединяет небо и землю. Знак победы воскрешего Христа. Потому что между Ветхим и Новым Заветом считалось, что между небом и землей установилось великое безмолвие, пророков не стало, и как будто врата неба навсегда закрыты для человека. Христос приходит для того, чтобы небо смогло открыть свои врата, небо посылает голос, земля слышит его и отвечает ей. И поэтому для нас христиан лестница Иакова – это, конечно, пророчество о воскресении Христа, о его окончательной победе, и о том, что если воскрес Христос, значит, каждый из нас имеет надежду получить доступ к Богу и увидеть небесное лицом к лицу, но это всегда будет каким-то сюрпризом в момент пробуждения. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.